Всем привет! С вами канал AlexDNPro. Сегодня я проведу обзор такой замечательной игры, как LEGO Nexon Knights. В этом выпуске вы увидите одну из самых легендарнейших бит, в которой будет сражаться Clay Axel против одного из самых могущественных злодеев, против Jester. Для начала давайте проверим наши щиты. Наши Nexo-силы. Так, коллекция желтых Nexo-сил. Как вы видите, у меня их немножечко, но они практически все повышены. Кстати, насчет того, где взять новые Nexo-силы, хочу вам сказать, что не проблема. Заходите на наш канал и выбирайте видео все Nexo-силы. Есть 308 Nexo-сил. Все желтые, белые, зеленые, голубые. Сканирование можно проводить поштучно, что хорошо подойдет для устройств с плохой камерой. Что ж, давайте начнем. Получи боевые доспехи Axel. Стоит один раз зарегистрироваться и вы откройте эти боевые доспехи. Облако Monstrex. Ежедневные дополнительные миссии. Люблю их выполнять. Там всегда бывает что-то интересненькое. Вот нам предлагают дважды покликать, да? О, включился эхолокатор наших Лего-гвоздей. Так, где они? Уже близко, смотрите. Ага, вот же они. Так, Лего-гвозди. Эхолокатор Фортрекса. Найдены новые гвозди. Давайте для начала выполним миссию, а затем приступим к битве. Давайте возьмем двух Нексо-рыцарей. Возьмем, допустим, Мейси и Аксела. Я сейчас прокачиваю белые Нексо-силы, как вы видите. Уже почти докачал их. Ммм, паук-гравильер. Ну да, Нексо-силы сейчас не сильно подходящие против этого паука. Но я надеюсь, мы справимся. Кстати, вот эта вот Нексо-сила с мечом, которая на самой обложке Нексо-Найтс, да, в логотипе. И ее тоже можно отсканировать. Появилась наша Мейси с огромной булавой. Ну что ж, да начнется битва! Ого, ничего себе, такой большой жук. На, получай, жуча. Мейси очень быстро орудует своей булавой, нанося большие уроны. Правда, вот сейчас у меня она не прокачана. Поэтому с этим пауком пришлось повозить вот этим жуком. Точнее, простите. Опа! Взорвался жук. О, а это электропаук. С одного удара разлетелся. Правда, конечно, да, удар был сильный. Ого, аж отлетел, видели, да? Отходим. Так, взорвались эти чудики. Вы, кстати, знаете, да, что Мейси это принцесса? Которая хочет быть рыцарем. Вот так вот одного удара вырубает чемпиона. Так. Ух, а это, смотрите, копьеметатель еще живой. Но ненадолго. Два копьеметателя. Бух! Ха! Вообще без проблем. Он вообще ничего. Смотрите, у него даже уроны маленькие. Стреляет какой-то слабый, да, совсем паук. Оказалось, я думал, что он будет более, так сказать, мощный. Ну, давайте сейчас Мейси примет на себя весь удар этого невероятного паука. О, нет, Мейси! Я отомщу за тебя! Дюки-капан! На, и все с одного удара. Моя месть была жестока и быстрая. Вот такой вот аксель с огромным топором. Нанес последний урон. Последний удар. И исчеляйнее! И вознесся к небесам, смотрите. Теперь начались пополняться жизни у него. Ну, это я просто докачал силу. Потому как нужно хотя бы раз использовать Некса силу, когда она у вас перезарядилась. Для того, чтобы она начала повышаться дальше. Так сказать, получала опыт. Шестидесятый уровень у меня в команде. Смотрите, как, да? Есть, есть, есть. Все. Три звездочки. Это означает, что белые Некса силы улучшились сразу на три уровня. Каждый раз, когда вы улучшаете Некса силу, все Некса силы данного цвета усиливаются. Так, ну, вот такие вот у нас награды тут. Пистолетара на бластер. Меч Клея. Вот еще чуть-чуть, в принципе, да? Давайте посмотрим, сколько мне там чего осталось. Вот Мэйси. Видите, сколько у меня всяких разных чертежей. То есть, я, в принципе, могу повышать и повышать ее. Но пока в этом нет необходимости. Нормально все. Ну, здесь, собственно, все понятно. Арон, да. Штанишки Аарона, кстати, очень редкие, почему-то не выпадают мне. Но, видимо, я его не хочу развивать, поэтому и не выпадают. Что же касается Аксла. Очень мощный герой. Как видите, почти 7 тысяч жизней. И 400 урона. К примеру, тот же Клей. Имеет только 300 урона. Хотя уровень у него уже прокача побольше. Так, ну, давайте не будем, так сказать, о грустном. Давайте перейдем к самому насущному. К нашей битве. Итак, это будет одна из самых одиознейших битв на данный момент. Джестера и Книга Монстров. Так, никак этому малышу-клоуну покоя не дает. Джестера вроде бы и хороший. Как бы малый. Но, тем не менее. Так, давайте используем. Вот такое вот твердение решительности. И давайте, наверное, чуть по-либо, наверное, когда покачаем новые силы. Так, вот такую вот. Раскад грома. И вот, пожалуй, вот такую вот. Вот. Просто покачаем эти силы. Итак, начнется бой. И пусть начнется битва. Джестера против. Против чего? Или кого? Было написано просто Джестера против. Как бы такой. Мальчик нехочуха. Ну что ж. Мальчик нехочуха сейчас будет получать оплеухи. Я в этом, не сомневаюсь, я в этом абсолютно полностью уверен. Потому что благодаря вам наши герои стали значительно сильнее. С каждым вашим просмотром, с каждой вашей подпиской и лайком, Аксел и Клей становятся более могущественными. Огненная стена. И вот здесь сейчас. Ваш конец близок, Нексанайт, рыцарей! Ха! Как вы видите, сам Джестер есть. Есть еще какой-то босс в механическом доспехе, так сказать, боевом доспехе каком-то. Причем наносит, такие я бы вам сказал, отличнейшие уроны. Но благо наш топорщик тоже не лыком шип. А вот вам раскат Грома. Так, Джестер призвал еще одного монстра. Как вы видите, вот там вот он бегает. Сам Джестер сейчас куда-то подевался. Полагаю, необходимо использовать еще одну Нексосилу. Так, хорошо дело пошло. Ну и давайте еще какую-нибудь используем силу, да? То, что мы всего-то две использовали. Обстрел ведется. Ну, конечно, штаб Джестера очень крутой, мобильный штаб. Вот так вот вам. Знаете вам, луча. Ну, из всего этого великолепия, мне, конечно, больше понравился Конь. Вот этот раскат Грома. Наносит большой урон. И делает нашего героя практически непобедимым. Ну, конечно, кратковременно. Проблема 3 в 1. А-а-а. Вот и все. Да, Джестер, не такой уж ты крутой. Итак, мы получили новый уровень. Причем очень много опыта. Что же касается сундучка. Нам обещали за победу над этим боссом. Какой-то золотой сундучок. Ну, что же за сундучок мы получили. Вот так вот. Да, удвоите награды. А сам сундучок мы и не видели. Ну, я уверен, там было что-то очень хорошее. Так. Ну, на этом пока все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok